МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новоселье директора. Глобал инвест. О, а вот это вот мой размерчик. Беру. Через пару-тройку месяцев я буду ездить по этой самой дороге и направляться в свой собственный уютный особнячок. Каковы ваши пожелания относительно предстоящего мероприятия? Брень, больше никаких олигархов. Ты меня поняла, нет? Да. Поешь в Переделкино, там золотая свадьба. Сергей Петрович Раевский, почтенность супруга. Знакомьтесь, теперь он ваша команда. Если что, я тоже не в восторге. Серафиму хочет цветы, Сергей Петрович – дворовые факелы. Она хочет шатер, а он разудал и цыганские плясы. Мне что-то подсказывает, что это будут две самые непростые недели в моей жизни. Я думаю, подойдет буги-гайз. Пожалуй. Нас от них перло. Итак, встречайте. Буги-гайз. Светлая память, ребята. Что значит светлая память? Распались. Как говорил один мой друг-физик, расщепленная субстанция всегда стремится к воссоединению. А где мне искать эту расщепленную субстанцию? Да ну и как вы себе это представляете? У меня на той неделе четыре плановые операции. Так что, извините, ничем помочь не могу. Очкуешь, Михалыч, боишься снова стать номером два. Здравствуйте, Ульяна, это Герман. Помните такого? Угу, бедный Петя. В смысле? Да нет, я просто не в свое дело лезу. Петь, я… А? Давай завтра, а? Конечно. Не вопрос. Не вопрос. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Какие молодцы! Так душевно спели! Ну, один только перестарался, вот этот крайний правый. Он как-то недвусмысленно вам подмигнул. Это определенно отразится на его чаевых. Ой, ну зачем вы? Ничего не могу с собой поделать. Я патологический ревнивец. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так это же он по-приятелю, мы просто пересекались по работе. Их у нас в агентстве часто заказывают для тропических пикников. Вот как. А я-то хотел вас поразить своей оригинальностью. Герман Викторович, да вы что? Вы очень, очень оригинальный. Вы же не выбрали все эти полеты на воздушных шарах, сомнительные поездки в каретах, какие-нибудь банальные бабочки-сюрпризы. Простите меня, ради бога, я не виновата. Это, ну, работа у меня такая. Да нет, ничего, я понимаю. Надо, наверное, было все в планетарии устраивать. Это пикник в открытом космосе? Даже не связывайтесь. Там, во-первых, темно, во-вторых, дерут втридорого. Господи, ну что я в самом деле? Все о работе, о работе. Давайте лучше о вас. Ну, ну что обо мне? Я тоже работаю. По вечерам прогуливаюсь по своему пустому палацу. Хотел бассейн построить. А потом думаю, зачем? Нет детей. Нет. Понимаю. Иногда даже с работы не хочется домой возвращаться. Запрешься в офисе и сидишь допоздна. Делаешь вид, что работаешь. Еды нормальной. Ну, такой, чтобы домашняя. Не помню, как доел. Ну, все суши, наверное, вот эти стейки с кровью. Ну, так же до гастрита недалеко. Вам бы сырников или борща на хорошей косточке. Борщ, сырники. Мама моя потрясающе готовит. Ну, я ей купил домик на Женевском озере. И мама теперь в Швейцарии. Мат. Ну, а как же ваше дамы сердца? Дамы сердца? Да им тоже подавай. Вот такие же вот рестораны. Свободные отношения. Без обязательств. А я семью хочу. Так вот, банально и несовременно. Кермен Викторович, я... Простите, пожалуйста. Ой, это по работе. Да, Семен Аркадьевич. Макарова, что у тебя там происходит? Эм, все по плану. Юбилярша твоя звонила. Объявила, что все отменяется. Что ты там устроила? Семен Аркадьевич, я... Все, езжай, разбирайся. Об Армалее говорит. Не бойся, говорит, принцесса. Что случилось? И верный коня быстро зашелся домой. Сказочное королевство. Так тому и быть. Села принцесса в карету, А Бармалей как засмеется. Ха-ха-ха. Говорит, ха-ха-ха. Не видать тебе больше короля с королевой и всех твоих братьев и сестер. И будешь теперь ты жить в темном, холодном замке без окон и дверей. А почему принцесса ему поверила? Она разве не видела, что это Бармалей? А это потому, что, мои дорогие, принцесса была глупой и юной девочкой, которая не слушала свою маму, а между прочим, та ее предупреждала. Дети, мама принцессы была вздорной, подозрительно особой. Да, да. И принцесса пошла вся в нее. И это вообще удивительно, как из всего королевства Бармалей выбрал именно эту вздорную девицу. Но в сказке этого не было. Учитесь читать между строк, молодой человек. От этого сказка становится интереснее, глубже, поучительнее. Перестаньте впутывать детей в свою историю, Херафим Георгиев. Ваши сказки, мой друг, надо объяснять ему, мой дорогой. Они прекрасно понимают, о чем идет речь. Прекрасно понимают. Тогда бы не задавали таких вопросов. Черт. Так, а теперь без нервов и все по порядку. А я не нервничаю. Было бы из-за чего. Забыла, сколько накапало. Просто вчера, после этих всех сентиментальных, умилительных разговоров об ушедшей молодости, я решила пересмотреть старую корреспонденцию. И что же ты думаешь, я там нашла? Боюсь даже предположить. Письмо от какой-то профурсетки с интимными откровениями. Да-да, да. Наш разлюбезный детский прузаик крутил шарфти за моей спиной. Серафима Георгиевна, по-моему, вы как-то поздно обижаетесь. Даже если что-то и было, вы простите, конечно, настолько лет уже прошло. У измены, детка, срока давности нет. Нет. Ну, подождите, Серафим Георгиевна. Нет, нет, нет. Все. Не хочу знать этого любителя адюльтеров. А как же праздник? Мы ведь уже лебедей надувные заказали, и там еще... праздновать. Что? Пятьдесят лет этого нелепого насквозь лживого брака? Отпускайте всех лебедей. Все? Дело закрыто. В смысле? Джульетта бросила Ромео. Нет свадьбы, нет заказа. Интересно, комиссионные получишь? Никто никого пока не бросит. Хотя зачем тебе комиссионные? С таким-то женихом. Жизнь удалась, можно не работать. Значит так. Во-первых, никакого жениха нет. Пока нет. А во-вторых, я же профессионал. И если мне заказали свадьбу, значит, будет свадьба. Сергей Петрович! Ну-ну. Слушай, если ты со своим застарелым внутренним трагизмом не веришь в счастливый финал, это только твои проблемы. Понятно? Сергей Петрович, а почему вы бездействуете, а? А что мне прикажете делать? Что? Ну как? Доказывать свою невиновность. Или вы что же, вы действительно изменяли Серафиме? Если так, то немедленно идите и все отрицайте. Слушайте, дорогая моя, если я и произвожу впечатление бывалого сердцееда, только потому, что я по природе своей очень мягкий и сентиментальный человек. И в свои 73 года, извините, неплохо сохранился. Ха-ха! Да-да! Да! И многие красавицы почти бы за честь разделить со мной ложи. Но я сентиментальный идиот, всегда был верен этой деспотичной и ревнивой женщине. Сергей Петрович, вы мне сейчас вообще не помогаете. Я готов помочь, я рад помочь, но я представление, не имея, о какой тайной воздыхательнице идет речь. Да все он представляет. А если нет, пусть примет таблетку для мозгового кровообращения. которое он регулярно спускает в сортир и вспомнит ту низкопробную кривляку с инициалами РВ. 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 Роза, Рената, Лошенкова, но она не на В. Слушайте, милая девушка, если вы сомневаетесь в моей порядочности и нравственности, то извините, нам не о чем с вами разговаривать. Сергей Петрович, это не я сомневаюсь, это ваша супруга. Так вот идите и с тем же пылом убежайте ее в своей невиновности. Я думаю, это абсолютно, абсолютно бесполезно. скандалы, интриги, расследования, темное прошлое известного детского писателя. Да вот еще любые совпадения фамилии Раевской с инициалами РВ. Кто же скрывается под этими таинственными, порочными инициалами? Нашла одну сотрудницу киностудии Горького. Она звукорежиссером работала на мультфильме по его сказке. И что же ты намерена предпринять? Ну, поеду к ней, заставлю во всем признаться. Признаться в чем? Что ничего не было. А если было? Слушай, Петь, я не пойму, ты вообще на чьей стороне? Я? Где вот эта ваша хваленая мужская солидарность? Тем более, по прошествии стольких лет можно как-то слегка исказить факты, особенно, когда речь идет о благополучии такой выдающейся пары. Да, а я считаю, что нехорошо начинать следующие совместные пятьдесят лет счастья с вранья. Бог ты мой, только поглядите, какие же мы правильные. Да. Все, я поехала. На своем многострадальном авто? Да, именно на нем. Не советуй, он сегодня у тебя так чихал с утра, так чихал. Не знаю, доедешь ли до конца улицы. Ну, ничего страшного, вы не волнуйтесь, он у меня еще крепкий. Не знаю. Я мог бы на своей подвезти. Петь, ты если помочь хочешь, ты так и скажи. А? Прости, Ракель, я не люблю тебя. Не плачь, мое сердце осталось в Сан-Пауло, и я... Стоп, стоп, стоп. Не в Сан-Пауло он поехал, а в Форталезу. Форталезу. Тут написано в Сан-Пауло. Ну, мало ли, что там написано. А в оригинале так. Нет, ну, конечно же, в Форталезу. У него же там жена беременная, которая ему не сестра. Слышали? Все, пишем. Вы, Райса Великанова? Я. А что, не видно? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У меня Роман Сыраемский. Да вы что, молодежь? А-ха-ха-ха-ха! Нет, а зачем вы тогда писали ему о своей пылкой страсти, о томящихся треслах, я? А-а-а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А вот это узнаете? Ой. Ой, это Римка Эрисова писала. Вот, РВ. Травестия Писклявая, она нас гусеница озвучивала. Главную роль в его сказке хотела получить, а сказку тогда в тюзи ставили. Ну вот, она к линии подбивала. Угу. И успешно? Не знаю, вы у нее спросите. Но, вообще-то, она у нас тетка с призрью, она и послать может. Вы телефончик дадите? Не вопрос. Класс. Мне интересно, что ты ей скажешь. Здрасте. Прекрасная погода. Не спалили бы с Раевским? Пошлет, да? А как ты думаешь? Давай я. Магазин, а ты ей чего скажешь? Сейчас увидишь. Здравствуйте, Римма Олеговна. Вас беспокоит программа «Забытые имена». Мы делаем цикл передач о незаслуженно забытых, заслуженных и народных артистах уходящего поколения. Как сейчас помню ту маленькую гусеницу, которую вы оживили под своим уникальным тембром. Конечно. Скажите, могли бы мы к вам сегодня подъехать? Я уже запоминаю адрес. Ага. Так. Спасибо большое. С нетерпением жду встречи. До свидания. Что есть, то есть. А это квартира моего третьего мужа. Он был академик. Гигант металлургической мысли. Вы не представляете, сколько страсти было в этом сухоньком, неулыбчивом прагматике. Он писал мне письма на шелковых лентах. Обвязывал ими охапки пурпурных роз. Пока скоротечный инсульт не свел беднягу в могилу. Прекрасный был человек. Царство небесное. Скажите, а вот Сергей Петрович Раевский... Ваши дети наверняка любили его книжки. Что вы, молодой человек, какие дети? Карьера актрисы, интриги завистников и ублажение ребячьих капризов моих высокопоставленных мужей. Вот, собственно говоря, что было сутью моей жизни. Однако, не могу сказать, что этого развеселого сказочника совсем уж и не было в моей жизни. Как интересно. А можно поподробнее? Ну, нет, это... Ну, Римма Леонидовна. Ну, пожалуйста. Это был жаркий июльский полдень 73-го года. Тогда я переживала тяжелый разрыв с первым мужем, уход из театра. Я стояла потерянная у открытого окна киностудии. Вдруг на плечо мне легла чья-то рука. Я оглянулась, передо мной стоял Раевский. Он сделал комплимент прекрасной погоде, моим грустным глазам, ну, слово за слово. А через неделю мы уже плескались в ласковых водах Геленджика. Римма Леонидовна, мне вот доподлинно известно, что в июле 73-го Раевский плескался в водах Севастополя со своей собственной женой. Ну, я видела их совместную датированную фотографию. Скажите, какая жалость. Это вот, вы знаете, это моя память. Она меня всегда подводит. И еще покойный академик, он удивлялся моему числовому идиотизму. Я никогда не могу ничего точно запомнить. Ну, так значит, это было в июле 74-го года. Не получается, Римма Олеговна. Вы же нам сказали, что в 74-м со своим вторым мужем отбыли в дружественную Польшу. Да, да. Ну, просто признайтесь, у вас ведь не было ничего с Раевским. Молодой человек, выключите камеру, пожалуйста. Мне нужно припудриться. Молодой человек, камеру. Да, извините. Благодарю вас. Я не поняла, вам перчик нужен или нет? Тоже мне, телевизионщики. Нам правда нужна, Римма Олеговна. Да. Мы против засилия непроверенных фактов в средствах массовой информации. Правда. Извольте. Ваш разлюбезный Раевский всегда был довольно ленивым и скучным типом. И вряд ли мог рассчитывать на мой интерес. Ну так поехали. Вы расскажете его супруге, что оклеветали несчастного. Да, между прочим, раздор из-за этого вашего пасквиля. Еще чего. Мне дела нет до этой скандальной читы. Они и без меня всю жизнь собачились. Как же не стыдно. А вы еще такие мультики озвучивали. Кто это там говорит? Обладатель фальшивого баритона? Молодые люди. Благодарю вас. Аудиенция закончена. Вот же вредная бабка. Гниет в своем антикварном склепе и злится на весь мир. Главное, баритон ей мой не понравился. Вот они. Удачные замужества. Прямой путь к старческому алкоголизму. Я вот сейчас что-то не очень поняла. Это такой намек был? Ты мне хочешь сказать, что я вот так же закончу? Ну... Значит так, слушай меня внимательно. Не все богатые парни — это напыщенные бессердечные снобы. И не все жены олигархов, страдающие от безделья и идиотки. Это понятно? И не всякое нажатие кнопки означает выключенную камеру. Это понятно? Вот это был намек. Подожди. Ты хочешь сказать, что... Думаем, думаем так. Что у нас теперь есть неопровержимые доказательства того, что... Сергей Петрович невинен как младенец. Да! Тихо-тихо, девушка, девушка. Ну не в подъезде же. Ну, ладно. Пойдем мирить молодоженов? Пойдем. Селефима Георгиевна, а вы куда? К младшей дочери в Испании. Буду воспитывать внуков, пилить зятя и любоваться морскими пейзажами. Из кастерчю дорога, кастерчю дорога, дорогая моя. Такая-то выкинусь из дома все эти новободные штучки и сяду написать свою книгу. Не трогать! Да. Да, это, кстати, моя. Я устал даже кокриком. Подожди. Господа Раевский, господа Раевский, ну вы же взрослые, интеллигентные люди. У нас ведь там долго еще, а? Тут, честно, нет входа, который мне нужен. Я вообще не знаю, как отборщаться с этой бандурой. Ну, конечно, конечно. Этот барахольщик, ретроград, до сих пор не удосужился купить нормальный телевизор. А это рухнет ему, дорога, как память о голубых огоньках. Слушай, а давай просто на монитор это выведем, а? На мониторе не будет звука. Что им, просто смотреть на эту Римму? Вообще я автомеханик, а не телевизионщик. Серафима Георгиевна, пожалуйста, остановитесь. Вот мы были только что у этой мадам. И Римма Олеговна нам во всем призналась. У нас даже не было никакой измены. Нет, дорогая моя, измена была, была. И ни одна сотни раз, да. А я мерзкий, беспринципный тип, не выпускал ни одной юбки. Стоило только Серафиме Георгиевне отвлечься на минуту, как я тут же падал в объятия очередной распутницы. Не сомневаюсь. Да, а с Риммой Вересовой мы прекрасно отдохнули в Геленджике. Да-да-да. Мы купали шампанском и осыпали друг друга лепестками роз. Боже мой, какая дешёвка, как всё в твоих сказках. Как же размечтался. Ну, возможно, всё бы так и было, если бы ты, Сергей Петрович, не оказался таким унылым подкаблучником. Хороший разводится, ребят. Я не с пустыми руками пришла. Посидим, как раньше. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, Головой склоняясь до самого тына. Ребят, а я вам хочу сказать кое-что. Я вам признаться хочу. В чём? В чём? Мне нисколько не стыдно. Потому что ваше идиллическое семейное болото давно нуждалось в хорошей встряске. Давайте выпьем за встряску. Давайте. Нет, за хорошую встряску. Давай. За встряску. Какая умная. А через дорогу За рекой широкой А помните, 30 лет назад так же сидели, Артём принёс грибы, гриня, вот такого живого карпа. Помню. Три дня никого не могла выставить. Это, это, слушайте, это тогда Остапович у вас люстру разбил, когда вот за Воснесенского заступался. А, да-да-да, вот, да, вот оно. Вот оно, вот оно, вот оно, вот, до сих пор. Господи, ну надо же. Ой. Ну нельзя рябине к дубу перебраться. Ну, а потом? Потом увлёкся раритетными тачками, хотел стать гонщиком. Дурной был, не боялся ничем. Да. Потом музыка, рок-н-ролл. Стало ясно, что это никому не надо. Что ещё? Месяц успел побыть миллионером. Ну, это длинная история. Да. А сейчас даже я не знаю, кто я есть на самом деле. И как узнать? Как? Спросить у котлобая. Простите, пожалуйста, у кого спросить? У котлобая. Ты что, не знаешь, кто такой котлобай? Сейчас тебя научу. Так, давай блюдце. Ложка. Нет, спасибо. Смотри и учись. Ага. Раз, два, три. Котлобай, котлобай. Расскажи нам, как жить дальше. Наставь разум незрелый на путь истинный. Так. Теперь смотрим, что получилось. Что ты видишь? Ну вот, жираф с книгой. Отлично. Давай вот так попробуем, с другой стороны. Ну вот. Вот лицо. Вот нос. Где? Ну вот. Ой, это у меня сейчас. А вот, на. Понятно. Тот самый. На черном мерине. Да, я не помню, если честно. Конечно. Как же всех упомнишь? Что ты сказал? Что? Ты. А что сейчас намекаешь? Намекаю на всех твоих правильно упакованных кандидатов. Ага. А мне вот не стыдно, представляешь? Ну вот, совсем не стыдно. И я не хочу со своим ребенком ходить по магазинам, считая копейки, выбирать конструктор ему купить или ботинки. И у моих детей будет самое лучшее детство, ты понял? С морем, бассейнами, собаками и потрясающими днями рождения. Да? Значит, таким, как я, у которых нет нескольких миллионов, надо вообще запретить заводить потомство, да? А ты сейчас прям уже собрался детей заводить, да? Представь себе, собрался, но явно не от такой расчетливой особы, как ты. Чем безмятежнее звездное освещение, тем неизбежнее близость угасания. Да нет, этой парочке угасания не грозит. Да, а я так и думала, поэтому пригласила эту толковязую пескочку. Ой, старая ты сегодня. Ну, чего здесь возраст? Алло, Герман Викторович, здравствуйте. Вы простите меня, я не могла подойти к телефону. А пригласите меня куда-нибудь. Алло, Герман Викторович, здравствуйте. Алло, Герман Викторович, здравствуйте. Ну, как вам посудина? Берем? Господи, да конечно. Она такая вся белая, прям как кино. Или можно все-таки ту, которую я вам показывал, с носовым подруливающим? Нет, нет, вот это, вот точно это. Ну, отлично. Без вас я бы не решился, честное слово. Ну, что, когда пойдете в кругосветное путешествие? А вы разве не со мной? Куда я денусь? Должен же кто-то ловить для вас рыбу и спасать от свирепых пиратов. Так, вот здесь вот мы будем есть устрицы. А в трюме мы будем держать пленных. Там будут спать наши интересные друзья, а здесь будут резвиться наши дети. А я буду их ловить и мазать солнцезащитным кремом. Нет, Ульяна, детей мы с собой не возьмем. А почему? Яхты расхолаживают. Мальчика мы отправим в Чехию сплавляться на плотах. Это хорошо укрепляет плечевой поезд, разбивает выносливость. Девочка поедет в Англию. Язык, верховая езда, дискуссионные клубы. А в десять лет мы отдадим их в частную гарвардскую школу. Нет, лучше в Бостон-Комманс. Там отличные маркетинговые программы. А вы, я вижу, уже все спланировали. Профессиональное. Если бы я не планировал, то мы с вами бы сейчас не выбирали яхту. Ну, я тоже хочу как-то планировать. Ульяна, ну зачем вам это? Вкалывать, рассчитывать, заморачиваться о будущем. Оставьте мне эту грязную работу. А что буду делать я? Наслаждаться жизнью, тратить мои деньги. Справитесь? Ну что, предлагаю отместить покупку. Тем более у меня дома вроде бы осталось пару бутылочек шато, как там его... Грино. Это то, что с банкета осталось? Неужели недопили? Ой, пьянствовать в одиночку, как-то очень грустно. Так что, Ульяна, спасайте меня от холостяцкого алкоголизма. Герман Викторович, я с удовольствием, но мне нужно ехать на работу. О, даже я столько не работаю. Но это особые клиенты. Нельзя надолго оставить без присмотра. Ульяна, завязывайте вы с этим. Герман Викторович, давайте мы сразу договоримся. Ульяна, вы не волнуйтесь. Я не синяя борода и не собираюсь запирать вас в каменную башню. Угу. Ну а потом, разве вам самой не надоело выслушивать капризы полуумных невест и разнимать пьяных родственников? Это вы не волнуйтесь, Герман Викторович. Я нормальная женщина. Я люблю долго поспать. Я люблю ходить по магазинам. И не очень люблю работать. Я очень рад, что я в вас не ошибся. Это мой последний заказ. Я вам обещаю. Вот это, я тебе умоляю. Смотри, камера. Будет это, я куда-нибудь повешу. Слушай, я тебе... Вот это, да, да, да. Я тебе сейчас просто... Ну, я сюда, вот сюда, посмотри. Ну, посмотри, посмотри какая. Вот это, это, да. Ага, сейчас, сейчас. Нет, давай, давай. Хорошо, все. Посмотри, все. Нет, я тебе вопрос. Ну посмотри, какая красавица. Посмотри. Это неинтересно. Слёж, ну ты же меня такую полюбила. Да. Посмотри, Каэлла. Алло, Михаил Юрьевич, здравствуйте, это Ульяна Макарова, я организатор свадьбы Раевских. Я уточнить, не-не-не, так близко не ставьте, тут танцевать будут. Простите, пожалуйста, дурдом просто у нас. Я уточнить, вы в полном составе будете, или? А, ага, хорошо, да, я поняла. Эй, там на сцене, а потише нельзя, а? Ты издеваешься, что ли, а? Петр Олегович просит напомнить, что вы вроде как с ним не разговариваете. А, так вы передайте Петру Олеговичу, что, а не пошел бы он? Алло, Макарова, привет. Ну, чего, как мои старики тебя еще не доконали? Привет, да держусь пока вроде. Слушай, напоминаю насчет юбилея. Это 5 сентября, сбор гостей 11.15. Только, пожалуйста, не опаздывайте, очень большая программа будет. Слушай, а мой батя там будет? Ну, разумеется. Прикрой меня, пожалуйста. Скажи, что я заболел, ногу там опять сломал. Ну, в общем, что я не приду, ладно? Не смогу. Что значит не смогу? Поверь, так лучше будет. Я потом к ним заеду, телек новый привезу, мед сибирский. Ну, в общем, поверь, ладно? Давай, все, пока, некогда разговаривать. Так, Женька там рядом, дай ее сюда, пожалуйста. Алло, где он тебя догонял? Привет. Он что, совсем? Что у вас там происходит вообще? Короче, мы как прилетели, они сразу подсапались. Я вообще не помню, что там произошло. В общем, там такой был ужас. Жень, ну сделай что-нибудь. А я что, ничего не пыталась сделать? Уль, ну ты меня не знаешь, что ли? Я сама что-то не получила после этого. Алло, Макарова, все, некогда. Давай, пока. Уль, я перезвоню. Да. Леонид Сергеевич, здравствуйте, это Ульяна Макарова. Я напоминаю насчет субботы. Да, да, я помню, в 11.15. Денис будет? Боюсь, что нет. Скажи, что я не приду. Пускай не обижает стариков. Леонид Сергеевич. Алло, Леонид Сергеевич. Так, родственники красненькие, сослуживцы синенькие и друзья желтенькие. Так. А что это, Ляхов-то тут? Он же дальний родственник. Почему да, среди синеньких-то? Он такой же синий, как все твои пропойцы-поэты. Так что все правильно. Да, кстати, а что это за зэсэ? Что это такое? И Генаида Семеновна. Ага, это еще иная родня из Таганрога. Может быть, одна из трех чокнутых сценаристок. Это мой гумниопат. Она помогает мне обретать внутреннюю гармонию. Так что не мешай мне, то порву на части, как Тузя Грелку. Так. А куда это Степанович засунул? Что мне с ним? Через три стола чокаться, что ли? Пусть он рядом со мной сидит. И водермахера тоже поближе. Ну да, чтобы вы наклюкались уже до полудня. Степанович пусть сидит рядом со Славиком. Славик, этот самый, язвенник, а вундермахера посадим поближе к детям, чтобы совестно хлобыстать было. А Волокитина что-то посадила рядом с его бывшей? Интригантка. Ангел, ну тебе этого не понять. Конечно, девушке мне, да. Так. И, наконец, наши вечно грызущиеся Раевские младшие посадим в досягаемости от их любимого рыбного салата. Ничто так не примеряет, как общий гастрономический пристрастие. Ну, какой остротек? Серафима Георгиевна. Да. Я не хотела вас расстраивать, но, похоже, ни Леонид Сергеевич, ни Денис не смогут быть на празднике. У одного нога, а у другой в командировке. Вот как? Ну что ж, им же и хуже. Серафим, Серафим. Ты не видишь, где мои очки? Ой, господи, пойду полежу, полистаю счета за электричество. Серафима Георгиевна, пожалуйста, не расстраивайтесь. Я? Брось. Если меня что, и расстраивает в этой жизни, так это непомерность цены на электроэнергию. Роднуля, роднулечка, с тобой все в порядке? Можешь тебе накапать, а? С тобой все в порядке? Можешь тебе накапать, а? Накапай себе, Сергей Петрович, я считаю. А, она считает. Дорогая, ты там? Да, Серафим Георгиевна? Загляни ко мне, я цифры не разберу. Петя. Что? Серафима плохо, нужно скорую вызывать. Черт. Только Сергею Петровичу не говори, а то у нас на руках окажутся сразу два кризисных гипертоника. Черт. Да. Она в сознании. Вкололи промедон и что-то разжижающее. У нее там какие-то экстра-систолы. В общем, пока наблюдают. Куда? Налево. Фенин Сергеевич, честное слово, это не я ее довела. Скажи, где она? Скажи. Заниматься. Мама, чего? Как ты? Мама, я прошу тебя, перестань. Мама, я прошу тебя, перестань. Ты только отца не бросай. Пусть Фоксия моя поливает. Слышишь? Угу. Деду звонит каждую неделю. И по праздникам. А мои сережки с кризалитом Жене подаришь. Ей подойдет. Баб, бросай, а в самом деле. Я сейчас сам здесь копыта отброшу. Не надо орать на бабушку. Я не ору. Ты сам орал только что. Тебе можно? Ты сейчас просто стоишь и тупо орешь. Ты меня специально сейчас бесишь? Да. Кто-нибудь? Кто-нибудь? Порт. Кто-нибудь? Один. Кто-нибудь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok